Всем привет, друзья! С вами Доминиров. Сегодня я расскажу, сколько будут стоить скинчики из Фрости Хаус коллекции. У меня 270 уровней, осталось всего 13 часов до завершения пассы. Это значит, что совсем скоро скинчики нажив. Все это выйдет на рынок и надо знать, что закупить, сколько это будет стоить, чтобы выйти в окуп, потом все крутые скины купить. В общем, друзья, доверьтесь мне прямо сейчас. Поставь лайк, если хочешь выиграть промокод, пиши обязательно ID в комментариях, потому что рандомные комментарии получат по промокодику. Я ваш комментарий лайкну, активируем промокод, обязательно укажу ID, и вы увидите скинчик на своем аккаунте. Но единственное важное условие это смотреть видеоролик до конца, ну и лайк, само собой. Давайте посмотрим, что нам выпало за этот Фрости Хаус коллекции. То есть у нас Сапфир, два фанга, бабочки две, Дуалдаггерс и М9. Два дробовика аркановских, пэшечки и ничего особенного. То есть вообще не повыпадало. У меня очень много легендарных наклеек, что тоже неплохо. Ну, граффити я никогда не беру в расчет. Сегодня про цену граффити я, скорее всего, говорить не буду. Мы смотрим с вами наклейки. Сколько они будут примерно стоить оружия. Ну и брелочки. То есть начнем с оружия. Опять же, прекрасный фанфал. Выглядит он круто, но, опять же, достаточно часто падал. Его средняя цена 0.70, 1.20. Вот такой диапазон будет держаться, потому что, опять же, все зависит от красоты скина, от его количества на рынке. Мне кажется, даже меньше одной голды он будет стоить. Если статрековская версия будет достаточно редкой, то по стоимости он неплохо может подняться. Ну и я бы ставил тоже, опять же, 7-9 голды, не больше. Хотя скин очень крутой. Дальше. ФАМАС. Ну, ФАМАС на самом деле ничем не отличается. По стоимости даже дешевле вышел бы. Это 0.40, 0.50 голды. Статрековская версия там 4-5 максимум. Ну, потому что, ну, не знаю, ФАМАС какой-то не сильно заурядный получился. Окей. Калаш. Калаш вообще популярная штука. Эпик. Айсвинг. Если вам выпал статрековский, вам повезло. Стоимость достаточно приятная будет. У меня вот как раз-таки один такой калаш выпал за 270 уровней. Обычная версия может стоить примерно 30-50 голды в таком диапазоне. Конечно, она будет расти. И это вот на начальном рынке она будет столько стоить. Ну, а статрековская версия это очень даже неплохо может стоить. То есть, я предполагаю где-то даже 500-700 голды плюс. Потому что, если мы вспомним калашик, который вот у меня как раз-таки с четырьмя драгонами. Сейчас я вам его покажу. Вот он у меня, Night Fury. Эта малышка сначала стоила что-то 600 голды. И сейчас уже стоит 1300. Как бы прекрасный калаш. Тоже эпик статрековский. Почему нет? Аналог такой же. То есть, по стоимости имба. MP7? Нет. Сразу говорю. Стоимость 10-15 голды обычная. Сто трековская может 30-40. Не больше. Я вообще ее не ценю в этом плане. Стоимость из-за паттерна никак не меняется. Пэшечка, кстати, может даже неплохо стрельнуть. То есть, обычная версия будет стоить 70-100 голды. В идеале, конечно, скорее всего, это будет ниже. Потому что этих скинов много нападало. Вы сами видели, сколько у меня пэшек. Поэтому стоимость, как бы, ну, полтос максимум. Обычная версия. Статрековская где-то, ну, за 100-150 улетит. Ну, и самое интересное, это дробовик. Это единственный такой аркановский SM. Насколько я помню. Поправьте меня, друзья, в комментарии. Если я ошибаюсь. Я на всякий случай сразу проверю это. Еще раз, все, кто смотрит видеоролик от начала до конца, участвуют в раздаче промокода. Да, вот есть легендарный. Легендарный стоит 4500. Как вы думаете, сколько будет стоить 100-100 трековский арканский? Я думаю, что намного больше. Обычная версия голды 500-800. Ну, а 100 трек здесь будет зависеть все-таки от количества выпаденного. Но, как бы, у меня есть примерно, как бы, примерно вариант, что он будет стоить, гадаем, гадаем, гадаем. Да нет, на самом деле, больше 2500 голды спокойно отлетит. Я очень на это надеюсь. Потому что дробовик очень красивый. Это аркановский первый дробовик. Это еще и спас ограниченный. То есть, он будет расти и расти, и расти к I5-7 поясу. То есть, если у вас есть возможность закупить их, закупайте. Статрековскую версию 100%. Дальше у нас наклеечки, друзья, еще раз прошу. Мы восстанавливаем канал, нам нужен актив. Я скоро буду брать ребят на прокачку видеоролики и снимать. Мне нужен лайк от вас. Просто лайк, комментарий и все. Это как бы все. Я вас не прошу там платить за просмотр, что-то еще. Просто будьте активны, помогите мне вернуться. Сейчас много будет интересного контента. Очень надеюсь. Поехали по наклейкам. Ничего интересного. Примерно 6-7 голды. Обычная рарка. Бог с ней. Аналогичная ситуация с этой наклейкой. Хотя, очень даже неплохо выглядит. Была бы такая легендарочка. Было бы вообще хорошо. То есть, 8-9 голды, не больше. Красивый кауэр. Таун стап. Вообще, я считаю, имеет анимацию. Очень большая площадь наклейки. Соответственно, 4 такие наклейки. И у вас будет очень даже неплохой скин. Давайте я вот просто элементарно проверю как раз-таки на новом Калаша и Свинкста трековском. У меня по-любому есть это. Так. Сейчас мы их найдем. Я очень надеюсь, если я не ошибаюсь, это эпик. Так. Это чувство, когда я вчера наклеиваю по инвентаре, чтобы обклеить все свои скины. Скины всех своих подписчиков. Ну, блин. Ну, где же ты? О, кстати, прикиньте, есть вот такой дракончик. С добрым утром. Ну, пока что поиски достаточно тяжелые. Вообще, может быть, у меня этой наклейки нету. Ну, испанский стыд. Короче, слишком много у меня наклейок в инвентаре. Невозможно в них ориентироваться. А, во. Все, пожалуйста, смотрим. Я беру 4 наклейки. Это будет бомба. Я рекомендую. Друзья, кстати, если вы хотите ролик о том, что закупить в этом пассе, а не просто сколько это будет стоить, лайк прямо сейчас, пожалуйста. Давайте наберем лайки. Сделаем эту грязь. Так, дальше по наклеечкам. Хорошая наклейка. 12-15 голодов. Имеет рост, имеет вес. Очень круто будет смотреться на скинах. Как я и сказал, большая площадь. Дальше. Вот этот чувак. Ну, очень похоже на что-то металлическое. Металлическая наклейка это хорошо. Она всегда ценится. Не знаю, как она будет смотреться на скинах. Ну, по стоимости вначале где-то 15 голодов будет. Потом будет, соответственно, расти. Легендарочка. Легендарочка. Палтос. Семьдесят. Вообще шикарно будет. Если будет больше. Вполне вероятно будет больше. Потому что это лего металлическое. С анимкой. Я бы даже ставил больше сотки. В идеале, в идеале, если она будет выходить в плюс 150. Но опять же, вы видели сколько мне их навыпадало. Скорее всего, так себе. Ну и это аркана. Кому она выпала. Не то, чтобы сильно вас обрадовало. Обычная аркана стоимостью примерно 300 голодов. То есть, ну, не больше 500-100%. Это вообще тлен. Ну и брелочки. Брелочки у нас интересненькие. Как бы, что про них можно сказать. Красивый брелок. По стоимости не будет дорогим. Тоже 10-15 голодов. Обычная версия. Это вообще 12 голодов. Я бы сказал, не больше 20. Просто потому, что эпик. Хотя, блин, ребят. Их будут по-любому бустить. И, возможно, их даже есть смысл закупить. Вот хотя паровоз. Вот этот. Вот эта тема. Если он реально с дымом будет. Во время катки. То этот топ. Как бы в целом. Ну, я бы мог ему даже 30-ку плюс дать. Лего, ну, 50-70. Ну и аркана. Аркана самая интересная. Потому что она имеет тоже нибудь смонный эффект снега. По стоимости я бы дал вообще спокойный косарь. Но точно не могу сказать. Ну, опять же, у меня в голове диапазон 700-1000. Вот такой диапазон. Возможно, он упадет. Но очень крутой берлочек. Ети. Рекомендую к закупу. Так. Ну и самое вкусное. Это у нас ножи, друзья. Ну, не обрадую вас сильно. Топ ножей. Это, скорее всего, вот этот Дарк. Вот этот Дарк. Потом бабочка. Потом уже вот этот ножик. И вот эти в конце напоследок будут. По стоимости. Недорого. Сразу говорю. Эти ножи будут стоить. Ну, вот эта полторашка. 1700. 1600. Ну, недорого. Блин. Что хоть там за музыка-то играет? Понятно. Вот. Вообще, вот этот нож четкий. Я его видел. Он очень классно смотрится. Вау. Я бы ему смело 2 косаря давал. И он реально топово смотрится. М9 выглядит чуть похуже. То есть, как бы толку у него никакого. Я бы ставил в топ 1 этот нож. Потом топ 2. Топ 3. Топ 4. Топ 5. Топ 6. Вот так вот. По стоимости все не больше 2000. М9 будет 1700-1800. Если он, конечно, жестко не густанется. Потому что школьники такие. Ооо, это М9. Давайте-ка мы бахнем ему цену повыше. Они не понимают, что опять же их очень много. Я их видел, да? Дешевые ножи. Не больше 1000. Я бы даже сказал. Вот это все троица. Бабочка. Что-то 1300-1400. Мне кажется, должна быть. Все опять же будет зависеть от паттерна. Возможно, даже скин будет стоить намного дороже. С ножами здесь посложнее. Потому что я бы им дал всем не больше полторы-двух тысяч. Вот прям предел. Каким-то ножам там не больше косаря. Мне остается 13 часов до завершения пасса. Я почти заканчиваю свой видеоролик. Нам осталось единственное. Уже это... Посмотреть, сколько будут стоить скинчики отсюда. А как их посмотреть-то? Никак, да? Ну, нормально. Можно. Как раз-таки глянем. Вообще, вот этот стикер Фрости. Крутая анимация. По стоимости можно дать уже 20-25. Это эпик. Будет расти топ. Ави. Блин, статрековский. Я уверен, что будет стоить примерно 300-500 голды. Несмотря на то, что школьники потратили тысяч по 10 на эти спины. Как бы, чтобы вот этот ножку залутать, надо очень много задонатить. Вот. Вот этот Бигфут очень классно смотрится. М-16. Обычная версия у нас будет своими стоить примерно 150 голды. Статрековская 600-650 голды будет стоить. Так, ну, так 9 я не беру в расчет. Как бы, ну, рарко, что с нее взять, как говорится. Береты. Береты, кстати, прикольно. Выглядит 7, ну, северно-сияние, я так понимаю. Классные береты. По стоимости тоже, наверное, не сориентирую. Стикеры Bullet Flake. Пуще как Bullet Flake вышло. Ну, два стикера дешевые. Даже с учетом того, что они из рулетки. Ну, не больше 10-15 голды они будут стоить. Ну, и у нас остается только там-то. Блин. Ножик сам по себе неплохой, интересный. Но, опять же, он есть у каждого второго, кто донатит. Как бы в этом смысла нет. У меня как бы его нету. Я не вижу смысла в нем. По стоимости 1100-1500 голды вот так вот. Вот просто вот предельща ему не больше этой цены. Вот. Но ставлю ставку на этот тавик NM16 в этой коллекцию железа. Блин. Крутанует разок, что ли, для вас на 600 голды. Давайте на контент. Молином ножик выпадет с первого. И посмотрим заодно, сколько будет... Как превратить 600 голды ничего. Сколько? О, не дали. О, стадрекские билеты. Это солидно. Блин, слушайте, три предмета. Ну, опять же, ничто из этого не будет стоить больше. Как бы, если какой-нибудь тавик только паттерном богом выпадет, возможно. Но я даже пробовать не буду, если вы хотите, чтобы я его открыл. Все-таки, ребят, поддержите. Я он сейчас только что 600 голды и никуда потратил. Но садрекские билеты я как раз-таки их применю. Давно хотел себе что-то интересное. Что? 12 минут ролика. Кто досмотрел от начала до конца, друзья, напишите. Напишите в комментариях. Привет, доминиров. Привет, доминиров и свой айдишник. И среди вас, именно среди вас, кто смотрел видео ролик от начала до конца, я подарю промокод. Все в целом, как бы, вам спасибо. Ждите следующего контента и всем пока.